С каждым годом по транспортным артериям города курсирует все больше и больше машин. Едва ли не каждая семья сегодня владеет автомобилем. Удобно, но не всегда. Чего стоят километровые пробки в часы пик и дефицит парковочных мест в вечерние часы. От заторов избавиться сложно, а вот увеличить число мест под четыре колеса вполне возможно. Это многоуровние парковки, да, многоярусные. Подземные? И подземные, и надземные. То есть, в общем-то, опыт есть уже в крупных городах, где даже и в исторических частях города делают соответствующие архитектуры многоуровневые парковки, в которых люди ставят, а куда деться, да. В Парнауле одна единственная мне известная парковка многоуровневая. Это на Никитина-Ленина во дворе такая парковочка стоит. Но насколько она востребована, неизвестно. Многоуровневый паркинг позволяет пристроить ласточку в безопасном месте. Но услуга стоит денег. Автомобилистам же хочется иметь просторную бесплатную парковку возле своего дома. Некоторые барнаульцы приводят в пример Мичурин парк. Мол, неплохой пример того, когда бизнес-фактор уходит на второй план, а на первый выходит человеческий. Застройщик не просто построил многоэтажки, но и дал парковку людям. Причем такую, что хватит всем жильцам автомобилистам. На тысячу жильцов 300 парковочных мест. Таковы нормативы в Барнауле. Со следующего года число обязательных парковок подрастет еще на 100 мест и достигнет 400. Но архитекторы все-таки настаивают на том, чтобы не превращать город в сплошной паркинг, а проектировать и строить жилье таким образом, чтобы все стороны были довольны. Мы сейчас с вами стоим как раз на усиленном газоне и можно посмотреть на всю ширину вот этой территории. Она состоит из тротуара, велодорожки и усиленного газона. Все вместе это дает нормативную ширину 6 метров, что является пожарным проездом. И вместе с тем это является территорией двора. Пешеходной территорией двора. Здесь не ездят автомобили. Детский сад, пешеходная зона, велодорожка. И никаких машин. Довольно просторная бесплатная парковочная зона располагается по периметру. Снаружи комплекса. В Барнауле по пальцам можно пересчитать застройщиков, которые комплексно подходят к строительству жилых кварталов. В новых микрорайонах еще есть определенная проблема. Это высокая плотность. Даже я бы сказал высочайшая. Все мы сейчас видим и не будем этого скрывать. Мы строим очень высоко и плотно. Поэтому большая ответственность на проектировщиках. Как на архитекторах, как городостроительно распределить места для машин, найти места для дворов и прочее. Это очень важно. Если мы просто делаем дом, ставим проезды, пихаем машины, получается недружелюбная среда. Ты выходишь, тебя могут сбить, переехать, страшно отпустить ребенка. Об этом, обо всем нужно думать с самого начала. Найти место и для двора, где безопасно, и места, где можно поставить автомобили. Что касается старой части города, то там особенно остро ощущается дефицит парковочных мест. Архитекторы предлагают следующее решение. Что, допустим, касается старых дворов, там пятиэтажки, девятиэтажки, как и с этой проблемой бороться, это только самим жителям. То есть им нужно приглашать специалистов, которые осмыслят происходящее сейчас во дворах, определят места, которые можно отвезти под парковки, которые можно отвезти под дворы и благоустройство, и тем самым переформатируют это пространство. Специалисты также говорят, что частично снимет острую боль перехватывающие парковки. Перехватывающие, допустим, где-то на въездах, выездах из города, на каких-то крупных узлах пересечений, где человек может поставить там свою машину, а остальное двигаться уже на общественном транспорте. А в сторону общественного транспорта смотреть стоит, обращают внимание эксперты. Ведь в одном большом автобусе может ехать 50, а то и больше человек. Если все они возьмутся за руль, то парковочных мест однозначно не хватит. Ни в Барнауле, ни в любом другом городе. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком.